Так, значит, какие ещё проблемы есть, связанные с работой ДНК-полимераза? ДНК-полимераза, когда подходит к концу молекулы ДНК, она не может дойти до самого конца. Синтез прекращается, когда ещё несколько, ну, небольшой хвостик остаётся недосинтезированным. В результате этого возникает проблема, что каждый раз после каждого клеточного цикла получающаяся молекула ДНК оказывается короче, чем предыдущая. И тем самым, спустя сколько-то делений, ДНК вообще укоротится так, что будут теряться существенные гены и существенная информация, и клетка погибнет. Естественно, что этого допустить клетка не может. И какие здесь предпринимаются меры? Есть фермент теломераза, который умеет заканчивать этот синтез. Фермент, который связывается с теми участками, которые недосинтезировала ДНК-полимераза. И синтезирует по оставшемуся кусочку ДНК, синтезирует РНКовую последовательность. Этот белок синтезирует молекулу РНК по существующей молекуле ДНК, и эта молекула РНК потом становится этим самым праймером, по которому достраивается молекула ДНК. И теломераза – это фермент, который работает вот так, как здесь примерно показано. Значит, молекула ДНК, синтез шёл, 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 вот родительская цепочка, вот она здесь, вот её три штрих-конец, ну где-то примерно 15-20 оснований, они недосинтезировали, и всё закончилось. Так что ДНК-полимераза не может продвинуться дальше. Ну, почему это происходит, несложно догадаться, если учесть необходимость синтеза фрагментов Аказаки и всей вот этой кухни. Как вы понимаете, по одной цепочке молекула ДНК-полимераза могла бы доехать до конца, но вот синтезировать фрагмент Аказаки на этом кусочке, сделать праймер и по нему синтезировать ДНК – это уже не получается. И поэтому неизбежно вот этот хвостик остаётся беспризорным. Что происходит? Значит, теломераза связывается с этим вот местом, она распознаёт вот этот вот участок и начинает синтезировать в сторону три штрих-конца РНК-последовательность. То есть здесь синтезируется РНК-кусочек. И дальше полимераза не останавливается, а продолжает синтез на этом самом конце ещё дополнительного кусочка РНК. То есть родительская молекула, исходная, первичная молекула удлиняет три штрих-конец искусственно, присоединяя сюда некоторую РНК-последовательность. Это позволяет ДНК полимеразе двинуться дальше, она может досинтезироваться до конца и даже продвинуться дальше, синтезировать что-то немножко того, что сюда добавила теломераза. Вот как это показано здесь в последней картинке. И на этом получается, что с одной стороны мы вроде бы всё исправили, у нас теперь есть полноценная информация. Вся информация, которая была в материнской ДНК, она присутствует. И кроме этого появился новый кусочек, который, вообще говоря, исходно которого быть не должно. Вот это вот три последних Си, которые появились из-за присинтезированной сюда последовательности РНК. И последовательность РНК потом разрушится, но ДНК-овая часть останется, и молекула ДНК станет немножко другой длины, чуть длиннее. Из-за вот этой неопределённости, которая возникает на концах, все молекулы ДНК имеют в своей концевой части, на обоих концах молекулы, довольно бессмысленные области. В основном обогащённые АТ-парами, которые не несут никакой информации. То есть поле А или поле АТ-последовательности. И поэтому клетка может не доводить синтез до самого конца, а какие-то хвостики оставлять недосинтезированными. И больше того, этот инструмент клетка использовала для того, чтобы ограничить количество делений, которые проходят наши соматические клетки. Мы знаем, что многоклеточные организмы имеют конечную жизнь. То есть период существования этого организма ограничен во времени. И одним из механизмов старения, то есть ограничения времени жизни клеток является то, что все клетки нашего организма, за исключением половых клеток, которые составляют всё тело, соматические клетки, Они не могут делиться бесконечно. Именно потому, что у них работают внутренние часы, ограничивающие количество делений. Что это такое? У них нет теломераза. И поэтому при каждом следующем синтезе ДНК получающаяся новая молекула ДНК несколько короче, чем старая. И даже самые-самые клетки, которые у нас в организме являются предшественниками, большинства клеток нашего организма, это стволовые клетки, клетки-предшественники. Они проходят больше всех делений, некоторые из них могут поделиться за время нашей жизни, ну там 50 раз, скажем. Но тем не менее, потом всё это заканчивается, и стволовая клетка гибнет. То есть, тем самым, как бы, не может быть бесконечной жизни, из-за того, что в наших клетках нет теломераза. Но её нет сознательно, как бы искусственно. Природа так специально устроила, она потеряла теломеразу в соматических клетках. Несмотря на то, что ген теломераза есть, и вообще-то говоря, теломераза может быть синтезирована. И она синтезируется в некоторых клетках нашего организма, которые нужны для продолжения рода человеческого, для продолжения жизни вида. Они, эти теломеразы, работают в половых клетках. И вот в половых клетках включается синтез теломераз, они синтезируют вот эти вот хвостики, они достраивают эти поле-а куски, которые бессмысленные, могут быть чуть длиннее, чуть короче. И это не очень критично для половых клеток, потому что у них всегда всё равно основная часть полностью будет синтезирована. И это немножко критично, но оказывается для соматических клеток следующего организма, для тех клеток, которые получатся из этих новых половых клеток в результате возникновения нового организма. И тот будет ограничен в своей продолжительности своей жизни тем, как далеко полимераза проползла по этой молекуле ДНК. Где-то она чуть больше её удлинила, где-то чуть меньше, но и в какой-то степени это может повлиять на продолжительность жизни. Понятно, что это не единственная причина, которая определяет продолжительность жизни, и поэтому не обязательно организм погибнет тогда, когда у него кончатся все стволовые клетки. Но, тем не менее, этот механизм является одним из существенных элементов того, что система не может жить, не система, а многоклеточный организм не может жить вечно. Вечно живут только половые клетки, только те клетки, которые являются носителями генетической информации об организме. Ну, на этом я хочу закончить все с фазой. Я пропускаю всё то, что происходит в фазе Ж1. Там синтезируются разные молекулы, разные органеллы внутриклеточные. И, в конце концов, закончился синтез ДНК, полностью все молекулы ДНК сделаны, и клетка готова к тому, чтобы начать метоз. То есть физическое разнесение молекул ДНК в разные части клетки, и потом физическое деление клетки на две половинки. Ну, для того, чтобы эту процедуру сделать, клетка сначала ДНК упаковывает. Потому что, представляете себе, вот эти вот молекулы ДНК, которые вот такие безумно длинные, может быть, имеют длину на 4-5 порядков больше, чем размер клетки. Они неизбежно внутри там образуют какой-то клубок. И, несмотря на то, что клетка не очень боится узлов и может их разрезать и снова исправлять, то всё равно, ну, разрезать и исправлять локально – это одно. А другое дело, всю эту длиннющую молекулу, которая болтается по всему ядру клеточному, перетащить в одно место, а точно такую же молекулу найти и перетащить в другое место клетки, ну, полярное, этому – это фантастическая проблема. Не очень понятно, как её решать. Тянуть за конец как-то непонятно. Даже если мы не очень боимся пересечения узлов. А как распознать разные хромосомы? Как понять, что это первая хромосома, а это шестнадцатая, и что эта копия первой должна пойти налево, а эта копия направо. Вот тут, то есть, метоз не в меньшей степени, может, даже в большей степени требует изощрённых механизмов, которые позволяют решать задачи, стоящие перед этим процессом. И одна из первых вещей, которые клетка делает, она не держит молекулу ДНК в таком виде, как я сказал. То есть, вот в этом совершенно расплетённом виде ДНК вообще не существует никогда. Она так расплетается только в маленьких своих локальных участках, когда надо синтезировать по ДНК какой-то МРНК для какого-нибудь белка. И поэтому ДНК в принципе упакована. И вообще говоря, степень упаковки ДНК может быть разной. И мы сейчас с вами посмотрим, какие степени упаковки существуют, как именно ДНК упаковывается, и как она может быть запакована для того, чтобы можно было сделать метоз, в котором эти гигантские молекулы становятся вполне компактными устройствами, подлежащими дальше вот этой сепарации. Итак, первый самый шаг, который происходит всегда, при любом синтезе ДНК, сразу, ни в какой не в метоз, а до всего на свете, это образование нуклеосомы. В клетке есть белки, которые называются гистоны. Значит, и вот они обозначаются буковками H. Значит, этих гистонов есть много разных, от первого до, там, по-моему, ну, до четвертого, по крайней мере. И вот два гистона H2 с модификациями H2A, H2B и H3, H4 образуют между собой структуру, очень похожую на катушечку. Это такая кругляшка получается, которая умеет связывать молекулы ДНК сворачивая ее на своей поверхности в спираль. И этот процесс, значит, он... Ну, здесь показаны сложности того, как это происходит. И я думаю, что у меня сейчас нет времени детально разбирать эту картинку. Вы можете посмотреть, как это устроено. Но упаковка ДНК на этой самой катушке, на вот этой, на этом гистоновом комплексе, она очень строгая, очень четкая. И показана она вот на правой картинке. Мы видим, что здесь вот присутствует четыре разных белка. H3, H4, синий, зелененький. И H2B, H2A. Они все упакованы, все соединены друг с другом очень определенным образом. И гистон H1, он прям сидит на хромосоме, и с него начинается вот это вот сворачивание. И на самом деле конструкция, которая здесь показана, она состоит, естественно, не из шариков. Она гораздо более сложно устроена. Но суть в том, что на этот комплекс ДНК наворачивается, вот как вы видите, делая такой полный оборот. Вот она обошла, она обошла всю эту самую информосому и вышла даже замкнувшись чуть-чуть больше одного оборота. Ну, почти два оборота она делает, 1 и 3 четверти, примерно вот так вот. И в результате образуется вот такой ДНК-белковый комплекс, который называется нуклеосомой. И следующий кусок ДНК тоже складывается в такую нуклеосомку, и поэтому ДНК в клетке в любой фазе, как минимум, укомплектована вот таким образом. То есть нигде нет свободной молекулы ДНК, а везде она вот так вот свернута за теми немногими моментами, когда клетке нужно что-нибудь синтезировать. Тогда она разматывает кусочек ДНК, снимает ее соответствующие нуклеосомы, проводит синтез РНК матричный в этом месте. Какие-то гены копируются, и дальше все назад возвращается в это исходное состояние. Вот так выглядит на самом деле эта конструкция. Голубая и коричневая это молекула ДНК. Мы видим, что вот она где-то зашла, сделала полный оборот и где-то вышла. И есть зона, в которой вот здесь вот две молекулы ДНК в этой проекции видны. Это вид на эту катушку вдоль оси ДНК. Внутри сидят те самые гистоны. Вот они самые разные, и они образуют такую сложную структуру. На этой структуре, если посмотреть на нее сбоку, есть две ложбинки, в которые, собственно, ДНК ложится. Вот одна нить ДНК, вот другая нить ДНК, а вот они с другой стороны. Это поперечное сечение этой молекулы. А это другое поперечное сечение, которое показывает эту молекулу немножко в другой проекции. Ну, в общем, суть происходящего вы можете себе представить. То есть, это маленькая катушечка, буквально физически катушка с небольшими стеночками, на которой есть две ложбинки. Ну, то есть, есть ложбинка, такая кольцевая спиральная ложбинка, в которую может лечь ДНК. И если на одну катушечку ложится какой-то кусок ДНК, делая один оборот этой катушки, то на сколько укорачивается длина молекулы? Значит, вместо линейного размера мы имеем вот эту вот катушку, которая примерно в три раза укорачивает длину молекулы ДНК. Ну, это уже из десятков сантиметров, по крайней мере, в три раза короче. Но всё равно это безумно длинная, но зато гораздо более толстая нить. Тут не столько важно укорочение этой нити, хотя тройка это не так мало, сколько защита молекулы ДНК. В таком виде молекула ДНК очень хорошо защищена от всяких неприятностей. И она в таком компактном, плотненьком виде и продолжает жить. Эти нуклеосомы, вот они здесь показаны жёлтеньким, и на них намотана ДНК. Они образуются вдоль всей последовательности ДНК. Значит, на последовательности ДНК есть определённые места, которые узнают специальные белки, и которые помогают всему этому процессу. Значит, если клетке нужно какую-то часть ДНК раскрыть, то она может как бы прокрутить эту катушечку, растянуть некоторое место между двумя нуклеосомами, в которые, значит, в котором и будет происходить синтез. И это делает специальный белок, который, значит, ну, комплекс белков, который занимается ремоделингом, перестройкой хроматина. Вот мы видим, что здесь вот этот белочек связался где-то в каком-то месте и развернул молекулу белка, так что нуклеосомы отсюда ушли, и открылся кусок ДНК, в котором есть ТАТА-бокс, бокс, с которого начинается синтез РНК, информационный РНК. И после того, как синтез произошёл, и всё нужно вернуть в обратно-обратно, то в этом месте появляются гистоны, они приходят вместе с своими шаперонами, которые помогают им сложиться в катушечку, и дальше, значит, включается образование новых катушечек, мы назад восстанавливаем всю вот эту самую конструкцию, ну, и на этой конструкции, и ещё до того, как всё будет развернуто, и всё прочее, могут садиться разные белки, которые специальным образом метят эту цепочку, для того, чтобы можно было распознавать, где какой участок, и выбирать место для специфического разворачивания этой молекулы для синтеза РНК. Так что вот эта вот первичная структура молекулы ДНК, она сразу уже не двойная спираль, как нам, так сказать, представляется обычно по учебникам, а эта двойная спираль, намотанная на множество, множество вот таких вот маленьких катушечек. Это ДНК-белковый комплекс. И в этом комплексе мы видим, что эти катушечки плотно-плотно всё это складывают между собой, и не просто вот они как бы в виде такой цепи, она ещё немножечко скручивается тоже в спираль, и получается довольно прилично утолщившаяся молекула, которая, тем не менее, очень длинная, и когда клетка находится не в метозе, то эти молекулы в ядре клетки вот в таком вот слегка свернутом виде плавают, и если посмотреть в микроскоп, то мы ничего там вообще не увидим. Это просто как бы некоторый гомогенный раствор, в котором эти длиннющие нити, хоть и более толстые, более надёжные, более аккуратно упакованные, но всё-таки всё ещё безумно длинные, они случайным образом расположены и переплетены между собой. И в таком виде, конечно, метоз провести невозможно. Для того, чтобы клетка могла что-то сделать с этими хромосомами, как-то их найти, как-то их разнести в разные стороны, и выбрать те, которые надо куда-то ввести вправо, а какие-то влево, требуется гораздо более полная укладка, гораздо более плотная упаковка этой молекулы. Но это всё уже происходит только в определённой фазе клеточного цикла, в метозе. До того, в интерфазе, пока клетка проводит все остальные свои процедуры, уже один фазе, уже два фазе, ДНК существует вот в таком виде. А когда начинается метоз, прекращаются все синтезы, за исключением очень немногих синтезов, типа синтеза вот того белка CDC6, который метит origin of replication, а вся молекула ДНК начинает более компактно упаковываться. И вот мы переходим в фазу, которая называется метоз, и мы будем довольно подробно заниматься, потому что тут масса интересной биофизики. Но сначала самые общие вещи. Значит, весь клеточный цикл, как мы знаем, состоит вот из этих четырёх фаз. И фаза метоза, она достаточно короткая фаза. Она продолжается из этих 12-15 часов клеточного цикла у многоклеточных организмов, она продолжается всего где-то полчаса, минут 40. И в это время нужно сделать массу всяких процедур. И мы давайте посмотрим, что, собственно говоря, надо сделать. Метоз. Это состояние устойчивое и доминантное. В каком смысле оно доминантное? Если мы возьмём клетки, как мы с вами уже видели, когда клеточные часы обнаруживали, то можем взять клетки, ациты, довольно крупные клетки, извлечь из них ядра и получить цитоплазму в разных состояниях. Вот если взять цитоплазму, которая находится в интерфазе и цитоплазму, которая находится в метозе, то оказывается, если мы помещаем ядро, и взятое в интерфазе, это ядро, в котором ДНК вся распакована, вся, так сказать, может служить матрицей для синтеза разных белков и делать все прочие вещи, нужные клетки, то попав в цитоплазму, которая взята из клетки, находившейся в метозе, это ядро немедленно прекращает все синтезы и начинает упаковываться. Поэтому метоз – это доминантное состояние, устойчивое, с точки зрения цитоплазма. В цитоплазме произошло нечто, что выключает все синтезы и включает упаковку ДНК. И это нечто – это тот самый МПФ, это часы, которые сделали активный комплекс циклина Б с СДС-киназой, который зафосфорилировал множество своих мишеней. Мы с вами видели, что он сделал с процессами синтеза ДНК, и не видели, но можем с этим познакомиться, каждый из вас при желании, с множеством других процессов, в том числе синтеза белков, которые этот МПФ тоже останавливает, фосфорилируя самые разные белки этих систем. И поэтому здесь нет синтезов белков, и нет никакого синтеза ДНК, никакой экспрессии генов не происходит, и синтезов ДНК и РНК тоже не происходит. И стратегически эта фаза начинается тогда, когда клетка всё удвоила. Все компоненты клетки, и органеллы, и молекулы, увеличены в количестве примерно в два раза, и клетка примерно вдвое увеличила размер самой клетки. Дальше в метозе происходит точное деление хромосом. То есть хромосомы нужно как-то упаковать, и нужно как-то развести в разные места. Исходное положение хромосомы где попало, а потом надо сделать так, чтобы в двух частях клетки оказались строго полные комплекты хромосом. Все там, скажем, 23, это не 23, а уже 46 хромосом. Человека, например, 46 в одной половинке, а 46 в другой половинке. Поскольку синтез полуконсервативный, то мы не можем сказать, что это 46 хромосом новых или старых. Они все полуновые. И поэтому все равно, какая куда попадет. В этом смысле они неразличимы. Но с точки зрения того, что это хромосома номер один, а это хромосома номер три, и копии этой хромосомы номер один должны пойти в разные концы, и копии хромосомы номер три тоже должны пойти в разные концы клетки. Это строгая вещь, это задача, которую нужно решить. И мы с вами можем попробовать придумать, как это сделать. Это, оказывается, не такое простое дело. Но к этому мы еще дойдем. Перед тем, как это произойдет, происходит конденсация хромосом. То есть более компактная упаковка ДНК. Такая, что хромосомы становятся видны в микроскоп. Их длина сокращается на примерно 4 порядка. Если молекула была длиной в несколько сантиметров, а клетка имеет размер как бы несколько микрон, вот 10-20 микрон, то, соответственно, нужно уменьшить размер ДНК на 4 порядка. А мы ее уменьшили, молекулу ДНК, пока всего раза в три. Ну, может быть, чуть больше. Потом, вся ДНК у нас в клетке находится в ядре. Я говорю сейчас об эукариотах. И, естественно, что ядро надо раскрыть, хромосомы развести по разным концам и сделать две новые оболочки, то есть два ядра. Это происходит у большинства эукариотов. У них ядерная оболочка распадается в ходе метоза. Но не всегда. Да, есть клетки, которые проводят закрытое деление, где у них хромосомы не выходят из ядра, а внутри ядра все происходит. Это нетипичное отделение. Мы не будем рассказывать об особенностях этого процесса. Поэтому у нас ядерная мембрана исчезает и хромосомы, плотно упакованные, оказываются в цитоплазме и разбегаются по этой цитоплазме в результате тепловых броуновских движений по всему объему. И внутри клетки происходит очень мощная перестройка цитоскелета. Весь цитоскелет перестраивается и образуется некая машина. Это сложный многомолекулярный комплекс, который называется веретеном деления. Он внешне действительно похож на веретено. Я не знаю, видел ли кто-нибудь из вас когда-нибудь настоящее веретено. Сейчас это такая экзотика, что, может быть, скоро уже мы и забудем смысл этого слова в бытовой жизни. Но в науке теперь оно останется навсегда. И вот это веретено-деление, это сложная самоорганизующаяся машина, в полном смысле машина, поскольку она действует механически. Она находит хромосомы, она находит их правильным образом, выстраивает правильным образом, находит все без исключения. И после этого один комплект хромосом тащит в одну сторону физически, механически передвигает в одну сторону, а второй комплект в другую. И после этого проходит клеточное деление цитокинез. Эта машинка разрушается, образуются два ядра и две клетки. Вот это главное событие этого метоза. Давайте знакомиться. Сначала давайте посмотрим фильм, в котором просто показаны разные фазы метоза. Вот тут мы видим клетку, в которой хромосомы уже упакованы. Настолько, что это световая микроскопия, и в эту световую прижизненную микроскопию вот более темные образования – это хромосомы. Мы видим, что несмотря на то, что они так упакованы, что уже видны в микроскоп, это значит, что у них размеры уже превышают полдлины волны – 200-250 нанометров, вместо 10-15 нанометров, которые имел… не 10-15, а 1-1,5 нанометра, который имел диаметр молекулы ДНК. Здесь эти молекулы уже так сильно утолщены, они сложены так компактно в какую-то мощную структуру, что их длина стала намного короче, составляет несколько микрон вместо сантиметров. Но при этом всё равно это довольно длинное образование. Вот вы видите, вот если вы видите мою стрелку, вот я вам показываю одну хромосому, вот она где-то здесь. Вот тут какая-то другая хромосома, третья и так далее. Вот множество этих хромосом здесь находится. И хоть это не клетка человека, но тем не менее, хромосом здесь довольно много. Давайте посмотрим этот фильм. Вы видите, что происходят какие-то странные движения. Эти червячки хромосомы двигаются в разные места. И на этих хромосомах есть какая-то особая область, которая оказывается здесь очень важной. Мы об этом поговорим. Именно за эту область хромосомы двигаются. Вот за это место ее тащат. Это место называется кинетохор. И мы видим, что за него все зацепление идет, его таскают. И когда тащат хромосому за кинетохор, то оставшаяся часть хромосомы, она все равно еще довольно длинная, так называемый рукоч хромосом, они как бы уходят назад, отстают, и вся эта каша тащится в одну сторону и в другую. При этом, удивительным образом, все организовано очень четко. И каждая из клеток получила по полному комплекту всех хромосом, которые в этой клетке есть. Ну, прежде чем мы доберемся до вот этих красивых, замечательных движений, которые уже макроскопические движения, это десятки микрометров. Это по сравнению с молекулами, которые во всем этом участвуют, ну, многие порядки величин молекулы и даже молекулярные комплексы, которые там работают, они все имеют размеры в десятки нанометров максимум, а тут десятки микрометров. Расстояние в тысячи раз больше. Поэтому вся эта кухня, все вот это вот любопытное движение, которое мы посмотрели в этом фильме, когда из хаоса во все стороны двигающихся хромосом что-то выбирает эти хромосомы, цепляет их за какие-то определенные места, упорядочивает, сначала складывает в определенную конфигурацию, а потом растаскивает, все это должно делаться вслепую. Ну, и первый шаг, который надо сделать вслепую, не вслепую, это надо эти хромосомы конденсировать, то есть собрать в компактные структуры, не переплетающиеся между собой, не завязанные узлы, а вот, хоть и достаточно длинные, но тем не менее способные внутри клетки двигаться, не перемешиваясь, не образуя узлов, не мешая друг другу двигаться туда, куда им предопределено этой машинкой, называемой веретено деление. Итак, конденсация хромосомы, давайте посмотрим на этот процесс чуть более подробно. Значит, в клетке человека примерно 20-25 тысяч генов, которые кодируют белки, и при этом это все, всего там полтора процента всей ДНК. остальная ДНК не кодирует информацию, но тем не менее, вся она должна быть удвоена, и длина этой молекулы, вот здесь написано 3,2 на 10,9 пар нуклеотидных оснований, что складывается примерно в 1 миллиметр, что не совсем правда. Некоторые хромосомы гораздо длиннее и достигают размеров в несколько сантиметров. Ну, в общем, с точки зрения нанометров, которыми манипулирует природа, это размеры молекул, которые там действуют, и макромолекул, нанометры, десятки нанометров, с этой точки зрения, что миллиметр, что сантиметр, все равно. Это все бесконечно много. И поэтому это огромной длины молекулы, которые вот в таком виде, конечно, никак в метоз взять нельзя. Поэтому происходит компактизация. А первое из них мы с вами уже поговорили. Вот эта первая часть связывания с гистонами, намотка на катушечки гистоновые и образование вот такой длинной цепочки, она происходит всегда. Это процесс, который имеет место на всех фазах клеточного цикла. Здесь происходит упаковка. Вот примерно 2 нанометра, ну, полтора-два нанометра диаметр молекулы, диаметр двойной спирали ДНК. После намотки эта нитка, уже такая вот более упакованная, имеет размер примерно в пять раз больше. Ну, вот 11 нанометров. Дальше, когда начинается метоз, в профазе метоза, в самом начале, эти нитки начинают упаковываться в спирали. Есть некие белки, которые наматывают на себя спиральным образом. Вот тут идет такая вот длинная спиралька, которые наматывают на себя вот эти бусинки ДНК с кистонами и образуют более толстую нить. Эта нить уже имеет толщину в 10 раз больше, чем толщина молекулы ДНК. Порядка 30 нанометров толщиной. А дальше эта нить укладывается еще вот такими петлями. Эти петли еще, значит, вот при этом происходит компактизация еще в 10 раз. Значит, ну, в 10 раз больше размер этих петель примерно в среднем. Это уже 300 нанометров. Это то, что мы видим в микроскоп. И эти вот испетленные хромосомки еще скручиваются в какие-то спирали. Во всем этом, естественно, участвуют некие белки. И в результате хромосома имеет вот такой вот вид. Вот у нее есть так называемые руки-хромосом. есть область центромерная, в которой эти хромосомы как-то вот очень сильно сближены. И есть ну, как бы другая часть. Это центромерная часть, это часть, которая играет критическую роль в распознавании хромосом и в их делении. И в этом месте ну, вот давайте посмотрим на хромосомы человека. Вот 23 хромосомы. Вы видите, что каждая из них представлена двумя хромосомами. Эти хромосомы ну, в общем, похожи друг к другу. Не все. Некоторые хромосомы покороче. И, наконец, есть одна хромосома, которая вообще представлена неполноценной парой. если все эти являются гомологами, то есть, очень похожи друг на друга, одна папина, другая мамина, то это, как мы знаем, мамина хромосома Х, папина хромосома И, крик, они совсем сильно отличаются друг от друга. Ну, главное в этом то, что эти хромосомы вот, устроены как-то так странно, в виде буквы Х. У них есть место, где они, как бы, соединены, и руки, которые расходятся в разные стороны. Вот, что это такое? Зачем все это нужно? Вот так выглядит хромосома другого организма, вот эта перетяжка, которая центромерный участок, и вот эти руки, здесь они довольно плотно сложены между собой. Видно, это в электронный микроскоп, видно, что это довольно рыхлая структура, и вот тут вот все это набито ДНК, но только эта ДНК уже в каком-то смысле упорядоченная. И с такой структурой, конечно, гораздо проще обращаться, куда-то двигать, куда-то перемещать. Ну, как эта структура образуется? Ну, прежде чем мы поговорим о том, как она образуется? Мы давайте ответим вот на какой вопрос. Перед клеткой стоит задача распознать сестринские хромосомы, которые одинаковые, которые синтезированы, вот только что каждая хромосома удвоена. И эти две копии, совершенно идентичные копии сестринские хромосомы, одна копия должна попасть в одну часть клетки, а другая в другую часть клетки. И это кажется, ну, совершенно невозможной задачей распознавания. Даже если у вас есть глаза или там какие-нибудь видеокамеры и прочее, среди этого множество 96 хромосом найти идентичные те, которые копии друг друга и потом их растащить в разные стороны, представляется довольно сложной задачей. И, как казалось бы, непонятно, как клетка ее решает. На самом деле, решение лежит на поверхности, оно довольно тривиально. Оно состоит в том, что, когда мы делаем копии ДНК, когда мы ее удваиваем, как мы с вами вот рассматривали выше, то клетка продолжает держать эти две хромосомы вместе. И вот то, что мы здесь видим, является на самом деле двумя хромосомами, а не одной. И эти хромосомы это две идентичные сестринские хромосомы. И вот на этой картинке мы видели, оказывается, одна половинка и другая половинка это были те хромосомы, которые, те молекулы ДНК, которые были удвоены. Каждая из них это новая половинка, новая половинка, старая. И для того, чтобы потом легко было найти эту пару, именно как пару, она остается соединенной. Для некоторых организмов соединение происходит только в определенной области. Например, хромосомы человека соединены между собой, вот эти сестринские хромосомы, только в одном определенном месте. И поэтому их не нужно искать каждую копию в отдельности и точно ее распознавать. нужно найти эту пару, связанную между собой, и дальше с ней уже манипулировать. Ее потом использовать как потенциально источник двух идентичных хромосом, которые пойдут в разные половинки клетки. И один биолог придумал такой симпатичный пример, который мне очень нравится, из бытовой жизни, как решать эту проблему, похожую проблему, скажем так. Представим себе человека, у которого очень много носков, и у него целый ящик носков, он рано-рано встает, ему надо на работу, он с просония должен надеть какие-то носки, а носки, допустим, разных цветов, и форм, и рисунков, и всего прочего. И он лезет в ящик, в общем, почти с закрытыми глазами, сонный, не сильно разбирающийся, ему надо безошибочно взять два одинаковых носка. Если он просто будет делать это, выбирая, если у него 96 этих носков, или 100 в этом ящике, я правда не знаю таких людей, но наверное есть, у которых так много этих носков, то можно себе представить, что даже для человека, и даже не очень сонного, это будет большая проблема. Если не сделать один очень простой трюк, до того, как носки попали в этот ящик, они прошли стирку. Если после стирки каждая пара носков соединилась между собой, то есть была связана вместе, то достаточно сунуть руку не глядя, схватить любой первый попавшийся объект, и это будет пара носков совершенно идентичных. Вот именно так действует клетка. У нее нет глаз и нет интеллекта, поэтому ей надо уметь вслепую это делать. Поэтому она при стирке, точнее при синтезе ДНК оставляет копии связанными вместе. и это первая вещь, которую надо сделать. Оставить копии вместе, рядышком, но так, чтобы они не перепутались между собой, чтобы их можно было легко разделить. То есть они должны быть между собой связаны как-то достаточно просто, чтобы это разделение могло произойти. Мы с вами много будем говорить о том участке, где это происходит, где эти две сестринские хромосомы связаны между собой. Это участок ДНК особый. В этом месте молекула ДНК центромерный участок, вот это то место, где вот эта самая буква Э, где пересекаются эти две молекулы, где они плотно связаны между собой. Иногда это в серединке, а иногда это на конце, как для Y хромосомы. Есть специальные белки, это специальные гистоны, не те, которые везде, во всех других местах, они немножко другие, поэтому они распознаются другими белками, и в этом месте значит хромосома остается, две сестринские хромосомы после удвоения остаются соединенными между собой. И в этом месте к этим гистонам, специальным гистонам присоединяется множество разных белков, которые образуют структуру, называемую кинетохор. Кинетохор это примерно сотня разных белков, огромное количество, сто разных белков, которые собираются в этом месте, еще и каждый в каком-то энном количестве экземпляров и образуют структуру, называемую кинетохор, которая принимает активное участие дальше во всех дальнейших стадиях распознавания и движения хромосом. Итак, вот упаковка, вот финал, который получился из вот этой вот, извините, из вот этой вот картинки, вот мы начали компактизацию, она прошла в несколько стадий и пришла к тому, что мы компактизировали хромосому во много-много раз, вот видите, 700 нанометров толщина, это объект, который исходно был толщиной 2 нанометра, теперь стал толщиной 700 нанометров, ну и длиной там порядка 1 микрона 2 микрон, какой-то вот такой вот. Понятно, что это гораздо более компактный объект, с ним гораздо проще работать, но вопрос, как вслепую, не имея опять-таки ни видеокамер, никаких контрольных устройств, собрать, вот проделать все эти процедуры. Как собираются гистоны в нуклеосомы мы с вами видели, не будем сейчас рассматривать вопрос о том, как какие-то белочки склеивают эти нуклеосомы между собой, образуя вот такую вот длинную толстую спираль, перейдем сразу вот к этой интересной фазе, когда эта нить уже довольно толстая, 30-ти нанометровой толщины, укладывается вот в такие петли. вот вот эти вот самые молекулы ДНК, значит, они компактизируются и очень важную роль в этом процессе играют белки, которые имеют очень похожие названия, очень похожую структуру. Одни называются когезинами, другие называются конденсинами. когезины, белочки, которые очень важны с самого начала, они работают прямо в фазе синтеза дочерних молекул ДНК. Мы с вами говорили, что когда репликационные вилки движутся в разные стороны, образуется вместо одной двойной спирали две идентичные двойные спирали. И по мере того, как синтез идет, длина этих участков с идентичными спиралями становится все больше, больше и больше. И в результате тепловых фруктуаций гибкости молекулы ДНК эти молекулы могут расходиться далеко-далеко и спутываться с разными другими молекулами. Но клетка не позволяет это сделать, потому что ей желательно продолжать эти две молекулы держать вместе, как я уже сказал, как носки после стирки. И это делают когезины. Это вот эти молекулы, состоящие из нескольких субъединиц, которые образуют кольцо. И на этом кольце есть затвор. Вот эта часть с желтыми субъединицами, она может раскрываться. и эта петля как бы разворачивается, раскрывается и может замкнуться, включив в себя две вновь синтезированные двойные цепи ДНК. И тогда сестринские хромосомы будут оставаться все время рядом друг с другом. У некоторых организмов это происходит вдоль всей молекулы ДНК, а у некоторых организмов это происходит только в той центромерной части, где особые гистоны. И в результате этого выполняется вот это самое главное правило. Хромосомы остаются, сестринские хромосомы остаются рядом, остаются связанными и веретено деление может их легко распознавать, то есть ей не нужно ему веретено деление не нужно ничего распознавать, берет любые такие пары и дальше работает с ними как с отдельными объектами и как-то их куда-то двигает, потом как-то делит и куда-то перемещает и так далее. Ну вот второй белок похожий на этот который называется конденсин он умеет делать еще более чудесную вещь мало того что когезины соединили между собой сестринские хромосомы но при этом смотрите они их соединили так что никаких физических взаимодействий здесь нету это кольцо обхватывает две молекулы ДНК не образуя с ними никаких связей ни ковалетных никаких других это чисто топологическое ограничение это топологический замок который держит эти молекулы физически вместе но химически никак не мешая им быть независимыми молекулами эти молекулы могут продергиваться через это кольцо свободно каждая сама по себе жить каждой своей жизнью и так далее и помимо этих вот конденсинов есть еще когизины которые участвуют в компактизации хромосом вот если считать что то что здесь нарисовано в виде спирали это есть извините куда-то я ускакал это есть вот эта нитка и вот эту нитку мы начинаем складывать вот в такие петли это делают конденсины значит давайте посмотрим как устроен конденсин конденсин похож на когизин у него тоже есть место где две такие половинки соединяются между собой и есть место которое раскрывается чтобы охватить молекулы ДНК и закрывается но в отличие от конденсин в отличие от когизина который соединяет молекулы между собой конденсин в этом месте имеет моторную зону у него есть специальные моторные домены которые могут двигаться по ДНК и молекула ДНК связываясь с этой моторной зоной начинает двигаться относительно этой молекулы или молекула конденсина начинает двигаться по молекуле ДНК это домен естественно как всякий моторный домен требует энергии это так называемый атефазный домен ему нужна энергия чтобы работать но в результате этого он двигается по молекуле и значит как-то это все происходит значит вот он умеет замыкать между собой молекулу ДНК здесь картинка довольно бессмысленная молекула ДНК здесь нарисована неправильно и входит и выходит она туда совершенно неправильно но сейчас не будем на это обращать внимание мы сейчас посмотрим это более правильным образом но сама молекула конденсина вот здесь хорошо показана и вот здесь вот находятся эти зоны в которых происходит продвижение ДНК поэтому ДНК не вот так висит как здесь показано оно связано вот с этими вот участками определенным образом и как именно оно связано вот конденсин так я думаю что мы можем пропустить эту картинку для начала и посмотреть что делает конденсин вот если у нас нитка это молекула хроматина хроматина а вот это конденсин вот это вот петелька показанная сбоку а вот это те самые атефазные домены которые могут двигать молекулу ДНК то эта молекула садится на длинную нитку ДНК вот той компактизованной уже ДНК о которой мы говорили и начинает двигаться каждая половинка в свою сторону это пытается идти сюда правая направо левая налево и тем самым они как бы собирают и втягивают внутрь себя петлю ДНК вот упакованную уже такую толстую петлю ДНК здесь образуется такая петелька которая может расти 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 но этот процесс стахастический это происходит какое-то время случайным образом кольцо может раскрыться эта молекула отвалится образуется петля опять разойдется освободится и может начаться новый процесс эти процессы в разных местах идут независимо они могут образовывать разные петли на этой молекуле и в результате просто клубок длиннющей нити вот этой упакованной ДНК начинает образовывать какие-то петли какие-то странные структуры интересно понять насколько эти структуры вообще говоря могут собраться сложиться сами по себе в то что мы видели в виде уже окончательно упакованных хромосомов здесь имеет смысл сказать следующее что вообще говоря молекулы конденсинов помимо того что умеют делать петли они еще обладают неким сродством друг к другу той области в которой не в той области где делается петля а в противоположной ей области хинча у них есть родство друг другу они склонны образовывать вот такие вот колечки склеиваясь друг с другом а петли находятся на внешней стороне и образуется вот такая плоская ну не очень естественно жесткая подвижная вещь некое кольцо из которого в разные стороны торчат петли вот как здесь показано и эти кольца могут друг друг над другом вот так вот надстраиваясь образовывать уже вот эту самую толстую колбаску ДНК которая имеет размеры в сотни нанометров уже приближается по размеру вот этот вот весь общий размер это 500 700 нанометров вот когезин то есть конденсин делает эту работу и давайте посмотрим как это все выглядит на модели может ли такая конденсация привести к тому что получится аккуратная аккуратно упакованная молекула ДНК вместо клубка который по сути дела ничего другого нельзя получить если мы поместим эту нитку в хаос бровновских движений вот этот вопрос очень элегантно был решен в работах теоретиков из группы Льва которые работают в Гарварде вот эта модель в которой они рассмотрели работу конденсинов есть некая нитка есть кольцо которое способно протаскивать ДНК через себя и образовывать петли и эту машину они запустили в тепловой резервуар вот в этом месте села молекула конденсина и образуется петля вот эта часть ДНК которая в эту петлю вытягивается вот конденсин свалился петля ушла здесь новый здесь они показывают ту часть ДНК которая уходит в эту самую петлю это просто линия так сказать опять отвалилась эти петли динамичные они то образуются то исчезают они могут образовываться рядом друг с другом как вот здесь это произошло вот при этом естественно в одну петлю это все не сложится это так и будет оставаться двумя петлями как вот здесь показано на этой проекции трехмерной но если одна из молекул конденсина соскочит то тогда петля может возникнуть вот такой а на этой петле на одной из этих петель может сесть молекула конденсина и начать образовывать новую петлю и эти петли вот будут как бы петля в петле они могут сойтись вместе конденсин может отвалиться и короче говоря вот такой жизнью эта система может довольно долго жить непрерывно формируя динамические петли которые образуются и расходятся ну хорошо есть такое а что нам от этого толку можно ли из этого механизма получить тот вид хромосом который у нас есть и вот здесь вот они рассчитали молекулку это длинная молекула которая покрашена в разные цвета чтобы было видно где находятся какие ее части она раскрашена по цветам спектра от одного конца к другому она от синего переходит к красному и мы видим что исходный клубок в нем все цвета перемешаны то есть эта молекула как попало там внутри живет и вот на правом графике показано как на эту молекулу которая здесь показана уже серым садятся конденсины и вот по всей этой молекуле везде везде в разных местах могут образовываться петли и исчезать образовываться и исчезать вот если запустить такой расчет и мы посмотрим как это все будет выглядеть вот вот оно начало в тепловых фруктациях все эти процессы естественно связаны с теплом как работа любых молекулярных машин и вот мы видим что странным образом такое выпетливание приводит к тому чтобы образуется более определенная структура молекула постепенно постепенно приобретает линейную форму из клубка она постепенно превращается в толстую нить которая очень упорядочена она идет от синего к красному это четкая нитка имеющая очень похожую на хромосому структуру и оказывается что это можно получить из клубка с помощью конденсинов вот видно как конденсины на ней в финальном виде сидят и где какие здесь петли какие-то петли одни в других какие-то там еще где-то как-то но в результате получилась очень упорядоченная очень хорошо упакованная стройная структура это же замечательно это прекрасная машина оказывается такой простой механизм такая простая машинка как конденсин которая всего-то навсего умеет делать это протаскивать через себя молекулу ДНК и образовывать петли может упорядочивать и образовывать такую вот здорово упорядоченную линейную структуру из молекулы ДНК ну упакованная предварительно конечно ну а что будет если у нас две сестринские хромосомы которые между собой связаны не получится ли у нас так что эти две молекулы перемешаются между собой и тогда их невозможно будет развести вот расчет в котором две молекулы сестринские связанные между собой когизинами и они покрашены здесь одна сестринская красная другая синяя мы видим что кое-где эти красные и синие следуют друг другу но в целом все равно это в общем уже безумный клубок в котором все напрочь перепутано что показывает модель в этом случае вот этот клубок вот его включили в нем динамику и начали образовываться петли мы видим что все то же что происходило в первом фильме но тот факт что здесь цепочек две оказывается приводит к тому что они не перемешиваются между собой а выделяются и получается две нити вот вы видите две нити которые между собой связаны благодаря когезинам в данном случае это хромосома типа человеческой у нее связка между этими молекулами имеет место только в области центромира вот время от времени эти молекулы разбегаются дальше но в целом получилось в точности то что мы видим в природе центральной части эти две молекулы между собой соединены но соединены достаточно свободно так что мы видим что это просто как бы бачками две молекулы присоединяются друг к другу а так они совершенно отчетливые объекты которые можно достаточно легко разделить между собой для этого просто достаточно разрезать эти самые когезины или раскрыть их одновременно так чтобы эти две молекулы освободить друг от друга но дальше с этими молекулами нужно строить дальнейшую работу распознавать их двигать создавать веретено деления мы обо всех этих вещах поговорим в следующий раз на сегодня все значит